Короче говоря, такое мы, короче говоря, еще не видели. Я тоже так представлялась. Под точек. Я тоже так же представлялась. Я вспомнила. Мне было, наверное, лет тоже 10 или там 11. И мама заходит, говорит, Алина, ты спишь? И я так начинаю храпеть резко. Что же? Я просто не понимала, какое это палево. Так и спят обычно. Обычно так и спят. Сначала молчат, только спрашивают вопрос. Ты спишь? Сразу начинают храпеть. Ладно, нормально. Короче говоря, подготовка к ЕГЭ. Это был последний день лета. Я грустно зашел в комнату. Даже не верится, что лето кончилось. Но кое-что меня успокаивало. Это будет последний год в школе. 11 лет я потрачил в этом месте. Последний год отмучаюсь. И будет св... Слушай, у меня не было на самом деле такое особое ощущение. Потому что я знала, что впереди универ. И как бы особо, в принципе, ничего не меняется. Я думаю, будет что-то важнее. Я думаю, тебе предстоит еще сложнее. Но вообще было сложнее в каком-то смысле. Но это зависит от универа, где ты учишься, наверное. На работе в каком-то смысле гораздо легче. Да, тебе не нужно постоянно учительную информацию. Но в каком-то гораздо сложнее. Да, сколько работа, наверное. Везде и средства. Да, почти любая. Слушай, сравни, сколько у тебя каникул в школе. Сколько вы не верите. Сколько у тебя на работе остается. Там слезы просто. Свобода и независимость. Там уже мы будем самыми старшими и крутыми в школе. А еще уверен, что учителям будет нас вообще насрать. Короче, этот год пройдет быстро и весело. Блин, я знала, что последний класс это будет жесть. В этом году ваш... Ты же готовишься к экзаменам. Поздравляю вас. В этом году... Вы выпуститесь из школы и будете сдавать. Надеюсь, у вас будут высокие баллы, да? От этого ужасного слова сразу становится плохо. Потихоньку накатывает тревога. Налетает страх. Дико дрожат руки. Потеет все лицо. Сбивается дыхание. Бешено бьется сердце. Волосы встают дыбом. Но не у меня. Мне было абсолютно пофиг на экзамен. Просто фиолетово. Срал я на них с высокой колокольни. Я же 100% сдам. Я, конечно, придурок, но уж точно не долбаю. Это, кстати, моя новая цитата. Так продолжалось 3 месяца. Я делал все, что я хотел, потому что я думал, что точно все сдам. А что если вот не сдать ЕГЭ, можно ли потом пересдать? Я думаю, да, но, наверное, через год. Прошло там, не знаю, там 5 лет. Я понял, что сложно работать с официантом. Например. И я думаю, пойду-ка я вот сдам ЕГЭ заново. Получу хороший балл, чтобы поступить в универ. Я не знаю, как в России. Потому что у нас я знаю, как и ты тоже знаешь. У нас можно пересдать, да? У нас просто есть аттестат уже, который на руке. Да, ты можешь... Нет, ну как в любое время? Через год. Каждый год раз в год проводится ЦТ, получается. Раз в год. И ты можешь прийти, его, получается, пересдать. То есть, если ты год... Обычно у нас как? Если ты не поступил, ты можешь год где-нибудь подрабатывать и ходить, допустим, на какие-то подготовительные курсы или куда-нибудь ещё. Обычно так делают. Чтобы попробовать ещё раз в следующем году поступить. За ЦТ поступить. Ну, ты можешь вообще поступать в любое время, сдавать ЦТ. Потому что у тебя есть в принципе уже балл аттестата, Тебе главное сдать на свежее тестирование, на проходящий балл, чтобы в сумме ты мог пройти на нужный факультет по нужному универу. А у них же ЕГЭ, это как бы после школы получился экзамен. Ну, это как у нас экзамены. У нас есть экзамены после школы. А после школы мы экзамены не можем сдать. Мы же не можем пересдать экзамен после школы. Ну, получается... Балл школьный мы не можем поменять. Наверное, можно как-то пересдавать ЕГЭ, видимо. Только поступление в универ уже. Слушай, так ЕГЭ же тоже так же считается. Есть же школьный балл аттестата, а есть отдельный ЕГЭ. ЕГЭ сдаётся тоже по низким предметам. Ты же тоже не по всему сдаёшь. Наверное, можно пересдавать. Тоже, наверное, раз в год можно пересдать. Я думаю, как у нас, наверное, такая же система примерно. Было скучно, я решил позвонить своим друзьям. Сначала я с каждым очень весело и лампово общался. До одного момента. Слушай, пойдём погуляем. Погода прекрасная, да и домашки немного задали. Блин, Семён, я был бы очень рад, честно. Но сегодня у меня репетитор по истории, завтра у меня репетитор по русскому. Да правда, да? Близнец. А послезавтра, послезавтра, три актива по математике. После, после, после. Друг, подружка. Итенсив по английскому языку. На выходных я иду в гости к моим родственникам из Жопинска. Поэтому, извини, не получится. Понятно. Я чё, один адекват в классе? Или же наоборот? Один такой идиот. Ну я же точно сдам ЕГЭ. А если не сдам? Да какой не сдам? Сдам, там всё легко. Грамоты? Нет, я не сдам. Да сдам я. Я не сдам. Там может быть диплом. Да не ной ты, блядь, всё сдашь. Диплом, знаешь, за школьную олимпиаду по физике, например. Самый красивый класс. Или там за русский медвежонок. За та, например. Всё, надо начать готовиться. Наверное. Да хотя, в принципе, у меня знания хоть какие-то есть, да и времени ещё у нас. Блядь, у тебя золотая кнопка есть, нахуй тебя готовится. И серебряная, ну. Так успел. Зачем тебе эти экзамены? Неделю назад мы писали пробник по русскому языку и сегодня должны были огласить результаты. Ну что ж, ребят, результаты вашего пробника. Все написали хорошо, кроме одного человека. Она называется ТРТ. Репетиционное тассирование. Баллов. Хух. Так нормально. Слушайте, там, сколько там максимум баллов первичных? 58? О, да 50 баллов-то неплохо. Это, наверное, что-то 85 вторичных. Вау, да. Что за первичные, вторичные? Не знаю. Только это не первичные баллы, а тестовые. Это ты плохо написал. Что? Вова 90 баллов, Андрей 95, Настя 93. Точно это так? Один ты у нас такой сверхразум. Пошарок. 50 баллов, 50 баллов. Я не рекомендую с ними дружить. 50 баллов. Что, 50 баллов нормально? Слушай, нет, так может быть минимально 50? 50 и 100. Поэтому он так это... 50 и 100, это хорошо. Так а хули нормально балл, в смысле? Это же не 20. И не 10. Ну. Сколько там? Вот у нас, допустим... Это средничок. Ну да, средний. Аня, походу, видишь, много этих дипломов, и мама ждёт только 90 баллов, и она тратает. Я понимаю, у меня такая была ситуация, да. Твою мать! Я не сдам это дерьмо! Что мне, блин, делать? Подожди, верни назад. Так он угомонился. Подожди, нажми на паузу. Нужно собрать яйца. Кто? Кто? Мама? Папа? Какая мама? Твою мать! Я не сдам это дерьмо! Что мне, блин, делать? Я же точно теперь не сдам. Так он угомонился. Нужно собрать яйца в кулак. Не, знаешь, что он сейчас скажет? Ты вот на канал нажал, вот нажми на канал. Сбоку ссылку открыл. Ты смотри. Видишь, у него мои первые видео, короче, говорят. Смотри, у кого он с маленького возраста писал. Нихуя себе. Ты прикинь? О, жесть! Посмотри. Подожди, это он? Да. Или это его... Подожди, это не он. Это он. Это, может, он младший брат. Да твою мать! Потому что качество съёмки такое же точно. Сто пудово младший брат, наверное. Понимаешь? Нет, прям похож. Да ладно. Ладно, ты что? Да. Это он? Да. А почему качество съёмки не поменялось? И обои... Чего в смысле не поменялось? А, нет, ну тут хуже. Он, может, ведёт не так много. В смысле не так много? Не так много каналов. То есть, сколько тут лет ему, сколько тут ему лет? Ему, может, сейчас лет 15. Не, ну сейчас понятно. Там старшеклассник, наверное. 16-го года. Ну. Ладно, ладно, загадка Жака Фреска, как говорится. Так подумать, времени ещё предостаточно, месяца 4. Так что, пофиг, всё норм. Так что, со спокойной душой сел за компьютер, чтобы... Поиграть в War Thunder. Ведь War Thunder там многопользовательская онлайн игра с элементами симулятора. И сейчас там... Ну, проматуем интеграцию, давай. Играли, да. Пусть техники... Ну, кого я... На атмосферу пищал в лу... Ну, тогда качай War Thunder бесплатно, по сути, а пса не получать ценные ресурсы в качестве бонуса. Засрала! Как же участвовать в событиях? Прикинь, там приходит к нам рекомендатель. Прикинь, в War Thunder. Мы такие, такая хорошая игра! Бля, мне так понравилось! Лучший экшен, такие призы, и так охеренно! Оооо! Так, да! А пока могу говорить хуйня. Да. Сильно-песчаной планете. Ай, что-то я спать не хочу. Какое-то уже время. Что-то светловато. Завтра начну готовиться. Ну, и как вы понимаете, дальше было... А, потом подготовлюсь. Потом подготовлюсь. Потом подготовлюсь. Потом подготовлюсь. Ммм, потом подготовлюсь. Твою мать! Потом подготовлюсь. Так, закажу капицу, а когда я подготовлюсь, попозже. Потом подготовлюсь! Потом подготовлюсь! Стоп! А какое сегодня вообще число? Ммм! Бля, бля, сука! И что же мне делать? Мама, надеюсь, дома не было в момент. Это было бы неловко. Ну, вроде нормально. Сейчас сядем-ка, прорешаем какой-нибудь вариантик. Так, решу ЕГЭ. Ммм! Токольненько заходим. Общество знания. Вариант, вариант... Эээээ... Первый. 1.6. Изи. Так, ну тут вот так. Эээ... Тут вот так. Тут вот так. И тут вот так, тут вот так, что здесь, блин? Надо тут слишком долго читать наугад. Что это? Значит, наугад может и сработать. Надеюсь, хотя бы что-то. У меня правильно, в принципе, это было не так сложно. А по камере части А. Сколько там? 7 из 100. Не пройден. Я думаю, как он напоминает Андрея Петрова? Нет, вообще не похож. Да, по манере. Да нет, не похож. Тем более, он сейчас не Андрей. Как он себе придумал имя? Я не знаю. Какие я там экзамены, я сдаю? Что? Я что знаю, что ли? Ты что, издеваешься? Уже меньше, чем полтора месяца осталось до ИГ. Ты даже не знаешь, какие предметы ты сдаешь? Давай сейчас без этих нервов учения. Я понимаю, что я тупой дебил. Что начнём кататься так поздно. Но ты не помнишь, какие я там экзамены себе в этот тупой бланк вписывал? А? Ладно, ты там вроде выбрал по приколу литературу. Сказал, что общага очень легкая. И каждый дебил напишет. Математику базовую, потому что профиль, ты не хотел напрягать мозги. Русский, естественно, и английский, чтобы... Ну а что, если вдруг поступлю куда-нибудь? Всё, огромное спасибо. Пока. А у нас можно вроде максимум 4 тестирования сдавать. По-моему, раньше было только 3? Да, по-моему, только 3. А сейчас вроде можно дополнительно 1,4 ещё сдать, чтобы ты мог посмотреть там по баллам, куда тебе лучше, короче, документы закинуть. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, мне сборники... Если я не ошибаюсь, я сдавала очень давно. Английскому базовой математики и литературе. А вам нужны именно сборники вариантов или теории? Да плевать, дайте всё, что у вас есть! Ну, да, что я перестарался, и что? Я собрал все пособия и пошёл готовиться. Боже мой, что за фигня? Чё-то их как-то немного... Много. И как по ним готовиться? Не, реально, а как готовиться? Может, забить и сдать на порог? Нет, соберись, тряпка! Я смогу подготовиться и сдам от этого на максимальный балл. Начнём с общества знания. Что там за тема вообще? Общество. Как раз то, что нужно. Что такое общество? В широком смысле слова общество, это сумевшая обособиться от природы, часть материального мира, представляющая собой форму объединения людей и способы их взаимодействия. Существует и другое определение. Общество, это исторически сложившаяся форма совместной деятельности людей в... Я это всё не выучу. Тупой дебил, почему ты не готовился к ЕГЭ раньше? Хватится, блей! Я мужик, сук! Я сейчас нон-стопом буду готовиться. А, это начало видео так было. Короче говоря, подготовка к ЕГЭ. А, всё? А, всё? Да? Ну как-то не похоже на манту на самом деле. Всем хвачьи. Да, не похоже. Питачок. А, подожди, ты ещё не всё. Я жив, я тут, здрасте. Да, у меня очень часто ролики выходят. Потому что как раз сейчас идёт подготовка к ЕГЭ, и у меня просто тупо нет времени. Я ещё в автошколе занимаюсь, поэтому... Вот так вот. А можно заниматься в автошколе совершенно на летнем. Вы, наверное, заметили, что это видео оборвалось очень резко. Прям очень резко. В смысле можно? А как можно? Ну, я в 17 лет учился. Не в 18? То есть в 18 только можешь давать экзамен, но заранее можешь подготовиться. А в 17 можно получить право. В смысле можешь получить? Но ездить не можешь. Или как? То есть ездить можешь только с 18? Угу. Прям жесть, как резко. Ну, это потому что я хочу делать это видео в двух частях. Я вроде ещё ни разу не делал, короче говоря, именно в двух частях. У меня были продолжения, но именно чтобы один сюжет, но видео в двух частях. Увы, я честно не помню. Такое у меня вроде впервые вообще. Поэтому если вы хотите поскорее увидеть видео про ЕГЭ, ещё одно, то ставьте лайк. Давайте просто как можно больше лайков наберём, и я сниму вторую часть. Также, ребят, у меня есть другие соцсети, в отличие от YouTube. Это Telegram, TikTok, где я сейчас, кстати, не снимаю, потому что запретили. Но, мне кажется, скоро в времени будет всё нормально, поэтому живём. И RuTube, куда я пойду, в случае того, если YouTube заблокируют. Поэтому ссылочки есть в описании, подписывайтесь. Надеюсь, всё будет нормально. Но вроде как сейчас вообще... Не похоже по манерам, не очень похоже на Петрова. Поэтому YouTube вроде как удалять не должен. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы узнаете себя, если вы в 11 классе. Или узнали себя, если вы выпускник. Или вы просто поражали, если вы в 5-м, 6-м, 7-м классе, и вас сажают всего через минимум 4 года. Но я вам говорю, ребят, это страшная вещь. Ну, пока что, в ощущениях, это немного страшно. Такая незнакомая фигня. Такой вот финальный босс, ЕГЭ. Вот, если вам понравилось, то ставьте лайк. Финальный босс. Финальный босс, когда поступил в универ, чтобы не пойти в армию откатить. А тебя хотят отчислить с первого курса, и ты понимаешь, что тебе придётся идти. Тебе, судорожно, нужно все готовиться учить. Бокольчик. Оставляйте комментарии и рассылайте данное видео всем своим друзьям в соцсетях. И, кстати, подписывайтесь на соцсети мои. Ну, а с вами был кто? Пидачок. Всем удачи. Ладно, немного неловко в конце было. Окей. Пидачок. Ладно. Неважно. Я помню, что на самом деле всех экзаменов, которые я когда-либо сдавала, для меня всё-таки самое стрёмное, да, это было ЦТ. Ну, это типа вот как аналог ЕГЭ в России, в Беларуси ЦТ называется. Для меня это был просто ужас, потому что у меня было очень большое давление. Я ходила к репетиторам, на них родители очень много денег потратили. Очень сильно, особенно мама на меня давила, чтобы там всё было хорошо. Из-за этого был просто дичайший стресс. Очень-очень-очень было стрёмно. Даже когда в универе дальше сессии сдавала, тоже было очень-очень как-то плохо, сложно. Но всё равно не такое ужасное было для меня, как ЦТ. И сейчас я понимаю, насколько это было бесполезно, сколько нервов просорных. По сути, ради чего? Знаешь, сколько новостей, когда дети так волнуются, стрессуют, прям на экзамене умирают. Да, такие есть. Я даже слышала, ну, конечно, сказала связку. Про маленьких людей, которые... Связка жёсткая. Да-да-да. Мы так цензурим слово «дети», мы называем «маленькие люди». Вот, да. Карлики. Карлики, да. Мы так цензурим. А есть люди, которые настолько сильно загоняют с поводу ответственности, что если они плохо сдают, то... Роскомнадзор, там всё такое. Бедные карлики. Ну, ты поняли, о чём я говорю, да. Не, вообще очень-очень жёстко. Мне просто... Когда ты в самом этом моменте находишься, да, когда сдаёшь экзамены, ты не понимаешь, насколько на самом деле это всё херня полная есть, что ты можешь там пересдать, как бы... И это на этом жизни заканчивается. Ну, для тебя это... Для себя в момент это настолько сильно важно, это просто смысл твоей жизни, просто цель твоей жизни. Понимаешь, что как будто всё есть, ты не знаешь. Ты просто ещё не был в таком положении ни разу. Для тебя это впервые. Да, это ужасный, жёсткий стресс, но... Это потом уже со временем ты там сдашь не один экзамен, и для тебя это уже будет херня в сравнении с другими сложностями. В жизни, да. Потом будешь сидеть и думать, господи, из-за чего я препарился? Потом будешь сидеть и думать, нахера я в этом универе пять лет своей жизни потратил? Думаешь, зачем это... Да, пошёл бы глядь на завод и пошёл бы... Какая разница, может быть, на заводе... К утра до вечера. Слушай, а может быть, человек так пошёл в универ, чтобы потом не идти типа на завод, а потом не мог устроиться, точно так же пошёл рабочим на завод, что мало таких случаев, дохера. Люди получают высшее образование, не одно, а потом идут работать на обычную рабочую специальность, потому что больше никуда не могут устроиться. Вот и всё. Так что-то далеко не показать.